Продолжение следует... 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 Ну и хотелось бы сказать, что те мутации, которые мы выявляем при плоскоклеточном раке головы и шеи, эти мутации невозможно экстраполировать на плоскоклеточный рак кожи, ввиду того, что не все то, что происходит при данной нозологии, имеется в виду плоскоклеточный рак головы и шеи, применительно в отношении препаратов, в том числе для рака кожи. И на данном слайде представлена, как видите, частота мутации, и как видите, действительно, больше всего это плоскоклеточный рак кожи, и в 4 раза больше, чем меланома, действительно, это очень интересно и в будущем имеет очень большое значение для изучения и выявления новых препаратов для лечения. Особенностям хирургического лечения представлено немного слайдов, на самом деле, для того, чтобы понять, насколько сложности появляются при лечении этих пациентов, для того, чтобы выполнять реконструктивный компонент, необходимо обладать пластическими навыками, челюстно-лицевыми, действительно, это приходится делать, именно локализация нога в области головы и шеи, хирургам, практикующим области головы и шеи, приходится восполнять дефекты. Различные пластики, они существуют, я не представляю, только несколько, ну и элемент криохирургического воздействия при распространённом процессе хотелось бы показать и сказать о том, что это имеет тоже место для лечения этих пациентов. Изучая демантную лучевую терапию, мы понимаем, что действительно представленный слайд показывает о том, что 74 против 34 при в комбинации лучевая терапия и хирургическое лечение лучевая терапия, либо лучевая терапия в одном компоненте. И, как видите, показания являются положительные коррорезекции, инвазия, инвазия в коспиреневральной инвазии, регионарные лимфатические узлы поражённые, экстраинвазия также, да. Лучевая терапия в самостоятельном режиме. Рассматривая данные исследования, мы видим, что хирургическое лечение при локальном рецидии мы видим 5,4, что составляет дистанционную лучевая терапия к самостоятельным компонентам 6,4. Ну и смертность также, как вид 4,1 к 9,1. Какие недостатки? Недостатки – это длительность терапии, нежелательное явление и риски развития индуцированных вторых первичном множестве злокачественных опухолей. Адемантная лучевая или химия лучевая терапия. Опять же, возникает вопрос, и, естественно, этот вопрос тоже мы задаёмся всегда. Адемантная лучевая терапия, химия лучевая может быть использована у пациентов отдельно в категории. И данные вот этих слайдов, данные этих графиков показывают о том, что не подтверждает целесообразность применения адемантной именно химии лучевой терапии. Необходим индивидуальный подход. Изучая данные ретроспективного сравнительного исследования, мы видели также, что небольшая когорта пациентов, как видите, 15,8 человек, но отсутствуют достоверные данные об увеличении выживаемости больных местно распространённым плоскопечным раком. При использовании цитоксимаба в сравнении с цисплатином в рамках химии лучевой терапии. Исследование, которое представляется на данном слайде, это пембролизумаб, использован у пациентов с рецидивным метастатическим раком кожи. И, как видите, общая частота ответа составляет 34,3%. Ну и хотелось бы сказать о том, что одногодичная общая выживаемость составляет 6,3%. Нежелательное явление составляет до 66%. Интересное исследование, которое мы изучили, это три группы пациентов. Исследовался препарат Семиплемаб, который действительно не зарегистрирован на сегодняшний день в Российской Федерации, но представлен в рекомендациях НССН. И три группы пациентов, две группы одентичные, они представлены, и дозировки были различные, как видите, представлены на слайде. Третья группа самостоятельная, в которую представлено 350 мг один раз в три недели. Ну и мы видим результаты, по результатам мы видим когорта пациентов, она представлена с ЭКОГом и количество человек по подборке этих пациентов. Как видите, частота объективного ответа в каждой группе этих пациентов равна в третьей группе 39, это когда речь идет о одной дозировке. Две группы, первая, это одна группа пациентов, в котором проводилось введение препарата 3 мг. Как видите, мы получили действительно частичный и полный регресс ответ на опухоль, они представлены на слайде. Мы можем сказать, что общевыживаясь во всех группах, в общем-то, в всех трех группах она не достигнута. Профиль нежелательных явлений, он представлен на слайде. Чаще всего пациенту жаловались на то, что появлялась усталость, но и все классические нежелательные явления. Представлено несколько слайдов, очень быстро. Это пациенты, у которых был получен эффект после применения препаратов Симплимапа. Действительно хороший эффект, который позволил в дальнейшем не проводить лучевую терапию и хирургическое вмешательство у этих пациентов. Мы видим, что результаты качества жизни имеют очень большое значение. И самое главное, что у этих пациентов имелось уменьшение боли, и качество жизни сразу у пациентов улучшилось, что говорит о хорошем результате. Ну и хотелось бы сказать, что очень важно иметь в команде людей, которые все понимают, и мы двигаемся вперед. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...